Игорь Иванович, вы получается позавчера прибыли в Петербург, в первые минуты уже господин, который вовсе не господин Шарий, выложил, что вы приехали в Петербург и начались приключения, то есть первый день в листву пришла полиция, просила настоятельно отменить ваше мероприятие, в грубой форме мы отказались. И вчера как раз мы все-таки смогли провести ваше мероприятие, за вас перекрыли весь Литейный проспект, перекрыли листву, якобы она заминирована, там прошла целая череда обысков. Как вы думаете, почему так произошло с условием, что вы у нас уже за время СВО дважды выступали, вот это было ваше третье выступление? Ну, во-первых, я пользуюсь случаем, чтобы извиниться перед гражданами города Санкт-Петербурга за те неудобства, которые я совершенно невольно и неожиданно доставил своим появлением. Естественно, Литейный один из главных, одна из главных улиц Санкт-Петербурга, перекрытие вряд ли доставило много удобств населению города, но поверьте, если бы я знал о том, что подобное может произойти, я бы, наверное, не стал бы так делать. Мы бы как-нибудь, наверное, нашли бы другую возможность где-то в более спокойном и тихом месте. Это совершенно не моя вина. Также я хотел извиниться за испорченный выходной перед сотрудниками органов внутренних дел Санкт-Петербурга. Я прекрасно понимаю, что от них ничего не зависело. Ну, в общем, учитывая, опять же, смехотворность повода и явную фальшивку, которая была вброшена, ну, тоже, в общем-то, прошу вас извинить, но основные претензии, пожалуйста, предъявляйте либо моим коллегам на Литейном, опять же, либо своему руководству, которое решило устроить, в принципе, из совершенно тихого и незаметного визита и встречи с группой патриотов, одного из тоже патриотов России, такое вот шоу-экшен. У меня, честно говоря, просто предположение, что жидко обгадившись во время Пригожинского мятежа, руководство и МВД, и ФСБ стремится наверстать упущенное, так сказать, потренироваться на кошках, обычно так говорит, поскольку с тиграми и с волками, даже с гиенами, они оказались воевать неспособны, просто все разбежались и попрятались, как крысы. Ну, вот другого объяснения вот этому безобразию у меня нет. То есть, обжегшись на молоке, стали дуть на воду, причем дуть с таким энтузиазмом, что вместе с водой ребенка выписали. Примерно так. Что касается всего остального, ну, я думаю, в ходе разговора моего дальнейшего это обсудим. Ну да, кошки это действительно 40 квадратных метров в книжной лавке листва, несколько сотрудников и 2000 разнообразных книг. То есть, получается, что вы связываете, что это именно последствия мятежа. А если глобально подумать, какие последствия могут быть для в целом русского движения, для патриотов и вообще для России, именно последствия мятежа. Потому что вот Егор Хомогоров, например, вчера утверждал, что как бы это именно уже такая полноценная череда возможных репрессий, что это чуть ли не реакция анавиопов на историю с мятежом. Знаете, я Егора Хомогорова уже давно не воспринимаю, сколько-нибудь серьезно, совсем. Поэтому, как-то, вот я его не читаю, не смотрю, и его мнение для меня, если это скорее повод подумать о чем-то другом. Но последствия мятежа, на самом деле, таких вот явных, ощутимых эмпирическим путем последствий мятежа мы фактически не видим. Мы их не ощущаем. Все на своих местах, даже Пригожин на своем месте. Та же и Шайбу на своем месте, и Терасимус на своем месте. Будут ли они сняты или нет, никто не знает. Но, тем не менее, пока они все на своих местах. В принципе, Вагнер не расформирован. Ничего с ним не произошло. Продолжают подготовку на лагерях. Также он не присутствует на фронте, как не присутствовал на момент мятежа. Вроде бы, кроме гибели полутора десятков, примерно, российских военных, и уничтожения семи наших летательных аппаратов военных, вроде бы ничего не произошло. На самом деле, конечно, последствия колоссальны. Колоссальный ударный отнесен престиж власти. Сейчас непосредственно это как бы не скажется. Это скажется позже. Это скажется во время следующих кризисных событий. Об этом вчера я говорил в листве. Именно о том, что вот это вот как бы потрясение, оно даром не пройдет. И с высокой вероятностью во время следующего кризиса ну, власти просто не будут, никто не будет бояться. Глядя на то, как беззубо оказалась государственная власть в Российской Федерации, как трусливо оказались ее высшие ВИП-чиновники, люди просто не будут их бояться, не будут бояться наказания за свои действия. Во время кризиса, а следующие кризисы в ходе этой войны совершенно неизбежны, объективно неизбежны. Как быстро, субъективно они настанут, ну, мы никто, конечно, не знаем, но вполне возможно, что детонатором следующего кризиса станут неудачи наших войск на фронте, которые, к сожалению, не исключены. И мы с вами говорили на эту тему и вчера, и позавчера на предмет того, почему они не исключены, и что надо сделать, чтобы избежать, что не делается, чтобы избежать этих возможных поражений. Люди увидели, что можно легко поднять мятеж, легко двинуть на Москву 10 тысяч условно штыков, и никто им, в общем-то, не готов сопротивляться. В принципе, до 24 июня власть валялась на земле. То есть, один день без государства, получается? Практически, да. Ну, как? Государство как бы существовало, механизмы продолжали работать, колесики вертелись, но практически сели в чиновники из Москвы удрали, в том числе, пропали полностью руководители силовых бизнесов. Их никто не видел, их никто не слышал. И Министерство обороны, и Генерального штаба. Открыто, на голубом глазу, от великого своего ума, рассказал о том, как спокойно удрал из города командующий Росгвардии золота. С семьей время на даче проводил. Да, 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 да. То есть, ну, Денис Мартуров, как-то, вот помните, у Филатова, да, видала генерала, скаканула прям до Урала. Мантуров аж в Азербайджан удрал. Первый вице-премьер. То есть, куда делся премьер, тоже никто не знает, но я тоже из Москвы. Свинтил. Президент, как известно, улетел в Санкт-Петербург, оттуда, видимо, на Валдай. А может и нет. Никто не знает. Но факт в том, что фактически все те лица, которые должны были бы в кризисной ситуации находиться на своих рабочих местах, ну, по крайней мере, большая из них, и большая часть из них, эти рабочие места покинуло и исчезло в самых разных направлениях. А это означало, что в этот момент действительно власть лежала в этих кабинетах, на столах, и можно было зайти и взять. Почему это не получилось? Ну, в том числе, потому что сам тоже Пригожин, он, видимо, осознал в переговорах, что дальнейшие его действия приведут не к смене власти внутри системы, не к ее перераспределению, а к падению всей системы, частью которой он является. И к совершенно непредсказуемым последствиям в дальнейшем, в том числе и в отношении его самого. То есть, оказалось, что он лично, кроли всероссийского диктатора, условно говоря, который бы держался на штыках своих янычах, оказался не готов. Либо испугался, либо там разные варианты, но в любом случае, он эту власть не смог поднять. Поэтому власть как бы полежала-полежала, и потом вернувшиеся испуганные тараканы снова ее приняли на своих руки в плечи. Я помню, еще вы писали в телеграм-канале, если я не ошибаюсь, когда вот появилось снова, что колонны отходят, вы сначала не поверили, думали, что это какой-то обманный маневр. Почему? я военный человек, и как бы, когда планирую, любили, ну, были у меня, естественно, периоды, когда я планировал боевые операции, я всегда ставил себя на место противника. Что бы сделал я на место противника? Что ждать от противника? Каких неожиданных ходов? Чтобы, по крайней мере, если и не отреагировать на них, то, по крайней мере, понимать алгоритм собственных действий, если будет противник выступать так или так. Уткнувшись в более или менее организованную линию противодействия на реке Оке, я не говорю оборону, именно противодействие, ОК достаточно широкая река, мосты длинные, то есть там можно было создать в принципе относительно серьезный заслон, тем более, что по тонну мостовых парков с собой в огня не тащил, если они у него вообще есть. То есть, надо было или штурмовать эти мосты в лоб, рискуя большими потерями, или надо было как-то это обойти. Поэтому я и предположил, что, возможно, не решившись дать сражение попытаться форсировать реку с непонятным исходом подразделения Вагнера под предлогом перемирия, как бы, подвода, могли проехаться на, условно говоря, 100-150 километров к западу, после этого снова сделать бросок на север, переправиться через все препятствия там, где их никто не ждал и снова двинуться на Москву. С военной точки зрения, именно чисто с военной, это был бы грамотный ход. Поэтому я такой ход не исключал и, как бы, отходя ко сну, вечером 24 июня, так вот и, по-моему, и написал, что не знаю, где утром я проснусь там, чтобы какая власть будет в Москве, то есть, не исключал возможность, в том числе и того, что, допустим, Уткин, который возглавлял поход, может поступить по-своему. Там человек достаточно дерзкий, проявивший достаточно высокие командные качества, полководческие, скажу, качества, потому что организовать подобные 700-километровый марш, просто его организовать, даже не встречая сопротивления, это очень требует очень серьезных усилий и несомненного профессионализма высокого и даже таланта. А вы с ним лично не сталкивались? Нет, я лично с Уткином не знаком. Общие какие-то знакомые есть, но лично нет. Попри все, мы, шановні глядачі, вистояли и обовязково переможемо. Бо разом мы сила. Підпишитесь на канал, ставьте вподобайку, пишите свой коментар та поширюйте цю информацию. Спасибо. Спасибо. Спасибо.